Со стола убирают. Поели? Я поела, как согрелась. Вот, все, пришел. Заходите. Что они тут делают? Ну-ка, давай, собирайся. Вы садитесь. Все, сейчас, сейчас, сейчас. Андрюша, быстренько меня, посними меня здесь. Свечи будут. Больше ничего не надо делать. Включенные, вот маленькие цифры бегут. Держи только, со всех сторон там комментируй, что угодно. Давай. Напрополуй, больше ничего не надо. Снять и все. Я вам оставлю 3 миллиметра, как обычно. Ну, как обычно. 3 миллиметра. 3 миллиметра. 3 миллиметра, хватит. Хватит. Давай, я волосы соберу отдельно. Да? Бумажку. Может, последний раз. Что-то вы меня примок. Я специально не стригся, пока с митрополитом не встретился. Это вот для чего объясните? А то ничего объяснять не буду. Ну, ладно. Я вижу, что они это... Ну, посчитай, чтобы лишних вопросов не были. А когда еще раз встретимся, они уже отрастут. Если встретимся. Бог даст встретитесь еще. Давай. Еще он на день деревни приедет. Скоро день деревни. Может быть, да. Пускай руки вот здесь. Все. Потом обдуешь меня и все. Обдую, оттряхну, обнету. Как в фильме. Берегите автомобили. Послушаем. Сейчас занятие будет. Никто даже не заметил. Я вопросы сейчас интересно буду задавать. Зайду когда. Потому что я рассказал. Никто не заметил Изяна в этом рассказе. В каком? Хотя Кися же сам рассказывал это. Косички. Все. Готова. Господи благослови. Господи благослови. Я тоже. Косички. Молодище. Сейчас я вам буду ваши косички отдавать. Вот сюда. Да, я поняла. Поняла. На руки положу. Положу. Держи. Там бороду не заденьте. Нет. Неприкасаемое. Ниже уха вообще не брать. Не трогаю. Говорят, кого больше всего Сталин слушался. Люди не знают кого. Парикмахеры. Куда не скажут повернуть голову. Поворачивают. Парикмахеры такая должность. Что же ты в ней цари головой крутишь. Не дергает вас? Не рвет? Не рвет. У меня хорошая машина. У меня не вырвало, когда стрига. Она так любя стрижет всех. Ну конечно. Андрюша, обостричь тебя под Игнатихоновича. Это раньше называлось под Котовского. Котовский был такой в революции разбойник. Только там долго не шоркает. Я спешу. Мне же надо. Вы тут раз в год приходите, Игнатихонович. У вас же тут знаете какие заросли? Хорошие. Хорошие. Так что мне же надо все это. Ты знаешь историю, когда перед свадьбой это как было? Да помню. У меня пудри были сильные. Они у вас и сейчас вьются. Да, видишь как. Вижу. Ну и у невесты-то хватило ума похвалить пудри-то. А я не люблю, чтобы за пудрю меня признавали. И в день перед свадьбой я пошел и подстригся. И поэтому на свадьбе я там совершенно голая голова. В волосах, конечно, энергия бывает, но не у всех. Мы знаем, как у одного человека были косы. У семьи всех было. У Самсона. И как женщина его подстригла. Далила. Да, подавила она ему. Ну, не утерпел, рассказал. Это поэт Мэй пишет, говорит. О том, как там было. Это поэма целая. Нынешний поэт. Хотя Пиан, говорит, нынче усыпили. И предали врагам. И ослепили. Но за тебя заступится сам Бог. И за тебя, за нового Самсона, Бог разгромит все капища догона. А я, Витюх, хотел, чтобы Володя меня в среде недели обкарнал. А, не нашли машинку? Да, я искал. А потому что вы обещали мастера парикмахера не менять. Не кричит огушила. Вот. Вот и не нашли машинку. Я пошарился, пошарился. Я говорю, как она хорошо спряталась. А что? Она домой ее увезла. Так. Подождите, шею я вам обработаю, чтобы там не было. А то, говорит, грязный как, это там на человека говорят, свинья. Я говорю, неправильно. Я видел свинья, чистая, чистая. Когда закололи ее, опалили. А теперь водой кипятком поливают и ножом скребут. Вот, видишь, тут на шее. Это не борода. У вас на шее растет, не борода. А что это такое? Ну, волосы ваши, мужские. Знаешь, как школьник один учился в школе? У вас везде растет. Никак не мог слагать. Вот, считает это, допустим, кар. Своя школа считает кар, то, что. А что получилось? Не знаю. Получительница там. Вот, смотри, написано. Во, 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 во. Сейчас. Во, 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 се. А что? Не знаю. На голове-то еще хотела. Шерсть. Шерсть. Самая тревожная была у меня стрижка бороды в лагере, когда привезли Жаната в Жабульском области. Стриг чеченец. Руки трясутся. Говорят, а меня Аллах не накажет за то, что я бороду с вас снимаю. Так, пришел капитан-политработник в лагере. Растелили простынь. Меня стригут, а у меня слезы рычком текут. Бороду сняли. Ну, я ее привез. У меня в конверте борода одна, одна здесь. На случай, говорит, страшного суда у лапки набью бороды. Тебе платить-то не надо за стрижку? Нет, спаси Христос. Я добровольно. Волонтер такой добровольный. Вот как только суд вынесет решение, только тогда можно снимать бороду и постригать. Когда ты подашь 10 дней. За 10 дней, если суд утвердится высшестоящей инстанцией, то капут тебя. А мне начальник тюрьмы разрешил. Соломин Александр Семенович, полковник. Но, говорит, дальше, Ильна Тетихович, я не властен. Как там с вами поступок? Ну, а дальше никак. Я руки сложу, стою в плащ в бане, поэтому мне дрель. Я им говорил, что Пугачева нигде не трогали. Это же Ленин сидел. Вот что бы им мешала ваша борода? А это так, психологическая, наверное. Я им говорил, давайте на срок больше. Лагерь более суровый. Не общий лагерь, а там строгий. Особый режим. Нет, нельзя. Да так это все. Наше дело-то, которое было-то, настолько было интересно. Я все приготовил уезжать. Один параграф. Я думаю, дали задание, я долго думал. И сказали, подам параграф, попытаюсь отбрить его. То есть они мне отказать никак не могли. Пожертвовать собой. Они сосались на параграф. Придет время, люди будут вспоминать. Я все собрал с собой выезжать. Все уже сложил. И библии, и симфонии. И однако вот так. Конвертик, если какой-нибудь, дайте мне волос собрать. Только крупный себе волос не буду брать. Ну все. Все, все. Снимай у меня. Один момент антенны. Поломки надо с меня спить. Спасибо. Чтобы антенны-то не торчали. Ну ладно. Это у кошки-то. Так, все. Вам брови подровнять? Не надо, что я не Брежнев. Давай. Людмила Степановна, есть как Ливия? Людмила Степановна, дайте мешочек кому-нибудь собрать. Идна Тихоновича богатство. Конвертик, бумаги дайте. Волосы собрать. Я его заберу с собой. Это мой волос. Я имею полное право на него. Вон, видишь, какими колечками бьется. Это все выбрасывать будем? Бросайте. Нет. Она с собой хочет взять. Она с собой хочет взять. Такое сокровище ведь. Женщина. Тут у меня, может, вся сила в волосах и осталась. Ага. Где же я еще? Я говорю, дай какую-нибудь газетку или что-нибудь. Отойди, я кулек сделаю. Пошла она там еще. Все. Снимай. А то ты надумаешь еще жужжать. Нет. Я уже все. Я отряхиваю из вас. Ну, подождите. Да я сейчас на клавистре подуешь мне, чтобы туда внутрь не попало. Мне сначала снять. Я головой вниз, а тогда будешь дуть. Я и тогда вам подую. Снимайте. Ну, что же. Мешочек найти. Галина Александровна, пожалуйста. Сейчас я вам дам мешочек. Все. Я нашла вам мешочек. Давай. Такие долгие женщины. Так. Крутлю. Сюда тоже крутлю. Это на память потомкам оставляю. О. Все. Больше не надо ничего. А там мелочь. Не надо. Все. По одной волосинке будете делить после меня. Давай. Ага. Сейчас я его вот тут вот завяжу. Он занят. А не надо. Я выложу дома в конверт. Ну ладно. Только оттого. Шею размонтируй. Сейчас. Убери булавку. Сейчас. Так. Пускай лежит на стуле. Я приду заберу потом. Так. Внимание. Партер открыт. Так. Дуй. Я сейчас пойду. У меня там узнают. Нет. Все. Красивый. Наденька. Иступайте с Богом. Ладно. Заберу-ка. Дай. Только помните, что тут дырявый дом. Перейди. 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 Ну давай. Целый. Целый. Давай. Благодарю. Ага. 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 Как огурец. Все. Пошли. Давайте занятия. Я беру со стуле. Спаси Христоф. Теперь я бежу это хорошо и старательно делаю. Ага.